здравствуйте что могло бы случиться с этой прекрасной орхидеей посмотрите какое крупное мощное растение сколько корней все у него казалось бы хорошо стволик растущие корни корни но у нее случилась другая беда посмотрите на эти листочки мне принесла моя знакомая очень хорошая говорит спасай не могу на это смотреть как она пропадает сейчас будем разбираться из-за чего это получилось и как это произошло посмотрите какой стволик какие корни были мощные этой орхидейке уже более двух лет она цвела прекрасно вот видно цветоносы и сейчас вы уже дала цветоносы новое но случилось такое непредвиденное вот видите с листочками ведь они резко пожелтели а это все произошло из-за того что орхидея стояла все время мокрые пяточки вы видите корневая зеленая мощная красивая корням все достаточно все нравится а а листики квартире не отапливалась моя знакомая уезжала путешествие и на недельку оставила эту орхидея и посмотрите что произошло видите мокнущие листики от того что холодная вода помещение холодно а это все теплолюбивое растение и вот это все произошло сейчас что мы с ней должны сделать сделать мы должны следующее наверное ее нужно вынуть из горшочка чтоб просохла корневая система хотя она в хорошем состоянии нужно посмотреть может быть там что-то проявляется под этими мокнущими листочками черненькая сейчас вам снимать и смотреть ну вроде бы ничего вот видите что то есть надо посмотреть определиться на первый взгляд ну что можно сказать ну наверно обрезать эти листочки чтобы есть силы дать не тянула приступим возьмем поднос и нужно будет просушить корневую систему достаем с горшочка эту прекрасную орхидейку смотрим что у нее с корнями произошло потихоньку на первый вид вроде бы зеленая хорошие замечательные корешочки нужно их разобрать ведь и есть гниющие мокнущие она перепила воды видите сколько много из-за этого начала пропадать а еще я вам скажу такую новость что это орхидейки не вынули торфяной стаканчик видите и он очень сильно мокрый из-за этого тоже влага держалась попробуем спасти эту прекрасную чудную орхидейку это орхидейка сакрамента и мы ее будем спасать видите в торфяном стаканчике нехватка была света и корни у нас светлые не зелененькие как других местах по крайне горшочка а светлые сейчас мы очистим корневую систему ну светло это еще не значит что гнилые гнилые вот они их сразу видно вот мокнущие гнилые то все нужно убрать а эти светлые но они крепкие они побудут немножко на свету и они позеленеют вот этот вот корешок очень плохой даже сухой пересохшийся веламен он не нужен этот корешок очистить нужно сейчас я немного очищу и покажу что осталось после того как я удалила некоторое количество корней корней много не удаляла вот посмотрите сколько только самые гнилые и поврежденные я много не удаляла хочу показать вам почву смотрите какая почва слишком слишком мокрая торфяной этот стаканчик что в середине был он влагоемкий сильно субстрат полностью пришел уже непригодность мне кажется кора уже развалилась очень мелко и много а может быть самом начале и и посадили в кокосовый стружку кокосовое волокно в общем это этот грунт полностью непригодный мы его выбросим сажать будем орхидейку сейчас расскажу во что а для начала нужно убрать мне стол чтобы показывать вам дальше итак приступим вот такая корневая богатая корневая на мой взгляд осталось мы будем постепенно снимать эти листочки мокнущие они не нужны они уже не работают для орхидейки они только тянут силы надо ее как-то спасать вот таким способом будем спасать для начала снимаем листочки как мы слимаем листочки разрываем их пополам и снимаем в одну сторону и в другую и здесь тоже и посмотрим таким образом если там на шейке на стволе гниль чернота пока нету вот аж выше под цветоносом немного уже вижу мальчик маленький мне мешает немножко но мы должны закончить это наше дело нам не должны мешать до маленький кому котики мешают мне внуки мешают ничего там особенного нет продолжаем свою работу снимаем листочек за листочку хотела оставить этот листочек смотрю вроде бы красивый но чуть-чуть желтенький но нет он смотрите какой мокрый внутри она пойдет все гнить и гнить дальше надо снимать до нужного до живого а это все снимаем здесь стволик чистенький видите новые почечки появляются корневые ну вот это мокнущее никому не нужно давайте его может быть обрежем и оставим в таком состоянии и вот этот лист обрежем ну что ж с ним делать хотя будет сок сильно капать вниз и вниз вот эти вот тоже мокнущее смотрите я не могу все срезать до конца эти оставим немножко этот еще снимем листик смотрите какой корень какой красивый корешочек набрался какая прелесть наверное больше не буду резать не жалко это растение прям аж душа рвется смотреть нельзя ну что ж вырезать и резать резать смотрите какой этот листочек он плотный идеально плотный пусть он у меня постоит без воды без ничего вот в таком открытом состоянии я его просто на поднос вот так оставлю и пускай он постоит другого выхода нет если я помещу в какую-то вазочку мне надо чтоб просохла хорошо корневая система сажать точно его не буду это растение вот это надо зачистить еще есть зачищать что эти вот места чтобы ничего не оставалось и оставим его на некоторое время я понаблюдаю и и решим что делать с ним дальше может как раз прекратиться остановится у меня в квартире тепло все морхидеям все нормально но это не заразное заболевание это просто от избытка воды и прохладного воздуха вот такое количество листочков придется выбросить но с них уже не было быту толку никакого они не давали никакой жизненной энергии своему растению смотрите как я оставила свое растение на подносе в открытом состоянии но вот этот срезанный листочек не кверху смотрит а книзу если будет стекать с него сок то он будет стекать просто на поднос ни в коем случае не в пазуху листиков вот так я оставлю его до утра а завтра посмотрим что с ним будем делать а может даже на пару дней честно говоря не знаю что будет с орхидейкой выживет она или нет корневая система конечно выживет я ее посажу она мне даст детку надеюсь на это но а здесь непонятно здесь очень тяжелое состояние она пришла в форму реанимации было крепкое здоровое растение но стала реанимашка но ничего поборемся за ее жизнь я буду все вам рассказывать показывать что в дальнейших происходит с ней и как дела какая ситуация и какими препаратами я буду пользоваться а на сегодня все спасибо всем до внимания всем удачи всем пока всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok